Закат господства Закат господства протестантизма Для начала несколько слов о протестантском мировоззрении Вплоть до Гражданской войны подавляющее большинство христиан в Соединенных Штатах были протестантами Когда в первой половине или даже в первых трех четвертях XIX века в США Стали массово пребывать иммигранты В стране увеличилось и количество католиков И все же во время Гражданской войны, непосредственно после нее, США были преимущественно протестантской страной Протестантское мировоззрение определяло позицию большинства печатных изданий, журналов, например И образовательных учреждений В качестве иллюстрации так называемого протестантского мировоззрения приведу учебники МакГафи Они представляли с тобой стандартные программы обучения детей чтению, письму и математике Стандартный учебный план для школ в XIX веке Вот вам факт Было подсчитано, что за период с 1826 по 1920 годы было продано 122 миллиона экземпляров учебников МакГафи Такое количество было продано практически за век Авторы книг могут только мечтать о таких тиражах Не так ли? Для нас и 4000 купленных экземпляров уже хорошо, а тут 122 миллиона Так вот, в качестве примера послушайте название уроков, предназначенных для обучения детей чтению и письму, входящих в программу начального образования Вот тематика уроков Соблюдение субботы вознаграждается Благость Божия Религия как единственная основа общества Неоставляемая праведность Час молитвы Чтобы чего-то добиться, надо трудиться Признаки счастливой жизни Библия моей матери Библия — лучшая классика Очень похоже на тематику уроков в современных начальных школах Не так ли? Нет, конечно Сегодня трудно вообразить себе урок у детей на тему почитания дня субботнего или Библия — лучшая классика Раньше, до 20-х годов 20-го века, они входили В стандартную учебную программу Что отражает преобладание протестантского мышления, протестантского мировоззрения Хотя уже тогда, как вы увидите, ситуация начала быстро меняться На рубеже столетий, к началу 20-го века Такое общепротестантское мировоззрение стало уступать позиции Отчасти в результате роста католицизма За счет притока в США эмигрантов из числа католиков И не только их, а еще, например, евреев Другим фактором нарушения консенсуса и единомыслия Стали интеллектуальные вызовы, порожденные библейской критикой И современной наукой, а также социальные Вызванные индустриализацией Все перечисленное существенно поколебало протестантизм в Америке В следующей главе, в следующем, 13-м разделе Я буду говорить об этом подробнее Сейчас чуть больше о закате господства протестантизма В Соединенных Штатах сразу после гражданской войны Сначала мы поговорим о Муде А потом несколько слов я скажу о домашних, то есть внутренних протестантских миссиях Опять-таки в период после гражданской войны Итак, Дуайт Муде, выдающийся благовестник послевоенной Америки Как вы помните, Финней пытался адаптировать ревавилистское движение в приграничных регионах к условиям города Равным образом и Муде желал, чтобы пробуждение наступило в крупных городах США и Великобритании В городах с населением миллион человек и более Вот некоторые факты биографии Муде Вырос он в небольшом городке в штате Массачусетс Отец его был каменщиков Крещен он был в унитарианской церкви Хотя его родители были верующими лишь номинально Тем не менее, он был крещен в одной из старейших конгрегационалистских церквей, ставшей унитарианской Отец Дуайта умер скоропостижно, когда Дуайту было всего 4 года Муде старший был алкоголиком и, скорее всего, умер вследствие чрезмерного употребления спиртного Оставив жену и семерых детей, которых теперь было некому обеспечивать Кредиторы забрали у вдовы все В такой ситуации Дуайт получил только 6 классов образования и до конца жизни писал довольно неграмотно Если посмотреть на рукописи его проповеди, там полно ошибок Для того, чтобы поддержать семью материально Муде, еще совсем мальчишка, отправился в Бостон в поисках работы И он ее нашел в обувном магазине своего дяди Дядя Дуайта был убежденным христианином и поставил своему племяннику одно единственное условие Посещать церковь Итак, Дуайт Муди переехал в Бостон Где, я полагаю, жил у своего дяди Достоверно мне это неизвестно, но я предполагаю И работал на него в магазине Также стал посещать уроки по изучению Библии Которые вел человек по имени Эдвард Кимбл Эдвард Кимбл А какую церковь он посещал? Хороший вопрос Честно говоря, я не знаю, кто-нибудь может ответить? Какую церковь Муди посещал в Бостоне? Конгрегационалистскую? В Бостоне это наиболее вероятный вариант Но наверняка я сказать не могу Но спасибо за вопрос В Википедии написано, что конгрегационалистскую Ну тогда сошлемся на Википедию С именем Эдварда Кимбл Связана еще одна чудесная история На своих занятиях воскресной школы Он обратил внимание на этого молодого Несколько потерянного человека И проникся к нему теплым чувством Однажды, по словам самого Кимбл Он вдруг почувствовал, что должен пойти В обувной магазин Рассказать Дуайту о Божьей любви И призвать его обратиться к Иисусу И он пошел Хотя при этом Боялся как-то смутить парня И все-таки был не уверен Что выбрал подходящий момент И что поступает правильно Тем не менее Кимбл преодолел свои сомнения и страхи Вошел в магазин Зашел в подсобное помещение Где Дуайд упаковывал ботинки И как впоследствии описывал это сам Кимбл Как-то невнятно рассказал юноше Евангелие Он сказал лишь Дуайд, Бог любит тебя и хочет Чтобы и ты его любил Ты примешь Христа И Дуайд, как пишет Кимбл Тут же ответил да Вот так в подсобке обувного магазина Благодаря служению Эдварда Кимбла Рабеющего, но послушного инструмента Божьей благодати Дуайд Муди обратился ко Христу В 1856 году, уже будучи Человеком обращенным Муди переехал в Чикаго, где успешно продавал обувь Настолько успешно, что зарабатывал тысячи долларов И в свое время был весьма преуспевающим бизнесменом Там же, в Чикаго, Муди Начал трудиться в местном отделении Всемирного альянса Ассоциации младых христиан Кому-то из нас это сегодня трудно представить Но после гражданской войны и дальше, даже в 20 веке Этот альянс был евангельской организацией Служением, проповедующим Евангелие В качестве примечания отмечу более подробно Об альянсе мы еще поговорим Так вот, отмечу, что в других странах мира Он до сих пор состоит из приверженных Христу людей Нам, североамериканцам, это уже трудно вообразить Итак, Муди присоединяется к служению Всемирного альянса Ассоциации младых христиан Через три года В 1859 году открывает воскресную школу В одном из самых неблагополучных районов Чикаго Школу, которую вскоре начинают посещать сотни детей Видимо, Муди был очень располагающим к себе человеком Невероятно любящим детей Он окружал их любовью и заботой А они в ответ любили его Он награждал призами тех учеников Которые на занятия воскресной школы Приводили с собой друзей Носил в карманах конфеты и раздавал их на уроках детям А за приглашенных друзей и за выученные библейские стихи Вручал призы, одним из которых были белки в клетке Приведи друга в воскресную школу и получи белку в клетке Честно говоря, у меня на заднем дворе такое количество белок Что я был бы счастлив подарить имя любого, кто готов прийти в воскресную школу Да и просто так тоже подарил бы белки в клетке Итак, за короткий срок школу Муди Стали посещать порядка полутора тысяч детей И, надо сказать, она стала знаменитой Проезжая через Чикаго на пути Вашингтона Аврам Линкольн, победивший на выборах в 1860 году Заехал в школу, основанную Муди Дуайт построил здание на углу улиц Уэллс и Иллинойс В северном районе Чикаго Там располагалась и воскресная школа Но также собиралась и церковь Так как интерес к Евангелию стали проявлять и родители учеников То есть теперь это место использовалось не только для обучения, но и для поклонения Во время войны Муди посетил множество лагерей на севере И организовал целый ряд пробуждений Сражение при Шайло, при Чатануге, Мерфисборо, которые происходили на Западном фронте Муди находился в лагере Союза в качестве капеллана, в качестве пробужденца После войны он вернулся в Чикаго Где был избран президентом Чикагского отделения Всемирного альянса Ассоциации молодых христиан Став к тому времени уже известным оратором, известным проповедником Пожар в Чикаго в 1871 году уничтожил большую часть того, что построил Муди Великий Чикагский пожар 1971 года Связанная с ним история гласит, что накануне вечером Муди проповедовал в церкви Однако в тот день решил не призывать собравшихся к покаянию А на следующий день город охватил пожар И тогда Дуайт твердо для себя решил, что отныне любую свою проповедь он будет завершать призывом к покаянию Давая людям возможность лично откликнуться на Евангелие и принять Христа В 1872 году Муди отправился в Англию где услышал английского проповедника по имени Генри Варли Проповедник, бывший мясник Генри Варли В одной из своих проповедей он однажды сказал следующее Миру еще предстоит увидеть, что Бог совершит с человеком, всецело посвятившим ему себя Обратите внимание на лексику, связанную с освящением, с посвящением Миру еще предстоит увидеть, что Бог совершит с человеком, всецело посвятившим Ему себя. Эти слова не выходили у Муди из головы. Он хотел быть таким человеком, человеком, всецело посвятившим себя Богу. Он хотел увидеть, что Бог может совершить через Того, Кто положил на Божий алтарь все, всего себя. Этот цитат озвучит на каждой миссионерской конференции. Да? До сих пор озвучивается на каждой миссионерской конференции. Неужели? Хочу, чтобы вы обратили внимание на связь благовестия и святости. Здесь очевидны отголоски алтарной теологии Фиби Палмер, согласно которой, посвящая себя Богу, возлагая себя на Его алтарь, мы становимся освященными, святыми, и Дух Святой наделяет нас силой для служения. Сила, необходимая для служения, проистекает из святости, из освящения. В последующие годы Муди проводил самые разнообразные пробужденческие служения, как в крупных городах США, так и в Европе. Он объединился с певцом по имени Айра Санки, и вдвоем они многократно пересекали Атлантику, проводя служения пробуждения. Айра Санки и Дуайт Муди. Первое организованное имя пробуждения в Британии происходило с 1873 по 1875 годы. Сначала лондонская пресса безжалостно критиковала этих сравнительно необразованных шутов. Но потом Муди стал в Англии настоящей сенсацией. В своем служении он, конечно же, применял свои предпринимательские навыки. Использовал бизнес-тактики в организации пробуждений в Англии и в Соединенных Штатах. Он осознавал значимость тщательного планирования задуманного, организации поместных церквей для подготовки к пробуждению, рекламы, сбора необходимых средств, привлечения людей. Таким образом, чтобы добиться успеха в пробужденческом служении, бизнесмен Муди подключал свои предпринимательские чутье и смекалку. Как Муди проповедовал? В каком стиле? Повторю, у него не было богословского образования, он не был рукоположен в священнический сан, не носил священнических одежд. Он, как деловой человек, носил костюм. Его проповедь Евангелия была обращением от всего сердца. Он использовал здравый смысл, повседневный язык. Поощрял проповедь Евангелия простыми христианами, не имеющими богословского образования, их участие в организации служения, добровольчество. Муди считал, что священник не должен чем-либо выделяться внешне, он должен выглядеть, как обычный человек, который пережил встречу со Христом и желает о нем свидетельствовать. И в самой основе всего этого – заинтересованность в обращении людей в веру. По словам Муди, нет более высокой чести, чем быть орудием в Божьих руках, с помощью которого Бог переводит хотя бы одного человека из Царства Тьмы в великолепие Небесного Света. Так в чем же заключалось послание и богословие Муди? Здесь можно выделить три основных момента, в соответствии с которыми выстраивались все, или, по крайней мере, большинство его проповедей. Во-первых, это разрушительная сила греха. Во-вторых, искупление во Христе. И в-третьих, возрождение силой Святого Духа, обновление, даруемое человеку, пришедшему ко Христу. Богословие Муди систематическим не было. Напомню, ни богословского, ни высшего образования он не имел. Поэтому его богословие не было систематическим. Ничего подобного он после себя не оставил. Его подход во многом сводился к следующему. Мы любовью привлекаем людей в царство. Примерно так, как поступил Эдвард Кимбл, придя в подсобку обувного магазина, где работал Дуайт, он просто сказал, Бог тебя любит и ожидает от тебя ответной любви. И именно в этом состояла суть проповеди Муди. Бог вас любит и хочет, чтобы вы тоже его любили. Это армянианская богословская позиция. Кальвинистом Муди не был. Он был армянианином и считал, что человек способен откликнуться на евангельский призыв, поэтому надо взывать к людям, побуждать их принять предлагаемый во Христе дар спасения. Итак, богословие Муди я бы характеризовал как армянианское, а во-вторых, примиллениальное. Подробнее об этом мы сегодня поговорим чуть позже. Он ожидал скорого возвращения Христа и утверждения его царства на земле. Второе – примиллениаризм. Далее Муди был твердо убежден в безошибочности Писания. Это в-третьих – непоколебимая уверенность в безошибочности Писания в том, что Божье Слово – истина, что его следует возвещать и проповедовать авторитетно и уверенно. И четвертая характеристика богословия Муди – святость, важность освящения. Получив искупление во Христе, христиане также получили и возрождение силой Святого Духа, а значит, должны жить свято, позволяя Святому Духу могущественно действовать в них и через них. Святость, повторю, наделяет нас силой для совершения служения. На мой взгляд, Муди привлекателен тем, что он не пытался оставить какое-то наследие или прослыть высокоинтеллектуальную фигуру. Он всегда оставался самим собой. Его проповеди отличались запоминающимся здравомыслием. Вот вам несколько примеров. В одном случае он пишет, «Я смотрю на мир, как на корабль, давший трещину. Бог вручил мне спасательную шлюпку и сказал, Муди, спаси, кого можешь». Ни слова о предопределении или суверенной Божьей воле. Муди получил от Бога шлюпку и повеление спасать всех, кого можно спасти. Или вот еще фрагмент, отражающий его армянианские убеждения. «Люди могут уверовать, если захотят. Могут, если возжелают. Они не веруют не потому, что не могут, а потому, что не хотят». Бизнесмен Муди должен окончательно решить дело и убедить людей захотеть возлюбить Бога, возлюбившего их. И в другом месте он пишет, «Мы свободные субъекты действия. Это Бог дает нам выбор». Окончательный выбор не за Ним. Это не предопределенный выбор избранных. Окончательный выбор принять Христа или отвергнуть Его за нами. Или вот еще утверждение. «Если мы сможем всколыхнуть города, мы всколыхнем всю страну». Это его видение относительно городского служения. Пробуждение не вдоль границ, не в небольших поселках на западе Соединенных Штатов, а в крупных городах Северной Америки и Европы, в больших городах. Если нам удастся завоевать их для Христа, христианским станет весь народ, вся нация. И последнее, что я хотел бы сказать о Муди. Он открыл институт, библейский институт, чтобы там могли обучаться служению труженики на Нивах Божьих, простые христиане. Он не замышлялся как университет, как семинария, как богословское высшеучебное заведение. Этот институт, сегодня известный как Библейский институт Муди, был учрежден в 1886 году и был призван подготовить к служению, к миссии благовестников. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tv-семинарий. Субтитры создавал DimaTorzok